доброе утро моим друзьям 30 марта 6 градусов тепла в минске суббота поедем поработаем вот он утренний минск выходной день да в белоруссии жить можно и нужно по поводу медицинского обслуживания хотел вот рассказать немного к примеру взять 89 лет моей тещи рядом в деревне амбулатория если у нее с давлением не в порядке что уже в силу возраста зачастую случается приходит с амбулатории врач через 2 минуты там 35 обследовала права померила давление укол у кого снизила лекарства прописала то есть вполне себе нормальное обслуживание даже в деревне насчет того что скоро скоро приезжает в деревню новое поле 30 километрах от минска из-за славля из хотежина из новоселья ну куда вызов поступает приезжает госпитализирует дальше у пенсионеров в новом поле я по опыту по практике рассказываю значит есть такая традиция иваныча и куда собираешься соседу 78 лет он горит поеду подлечусь а подлечусь а это значит он звонит своему врачу говорит хочу ну в областную больничку закреплены там за врачами пенсионера и звонит горит хочу подлечиться приезжайте время назначает и кладут человека в палату значит капельницы там какие-то витамины прокапывается и на бесплатно вот такое отношение нормально то есть на пенсионеров белоруссии не плюют все бесплатно меня как-то поразило да с мамой была жива в донецке мы все поликлинику это было на украине надо зайти купить шприцы там я ручу вас так это все сложно наряда со своими расходниками приходишь поликлинику тебе делают укол вплоть до того что шприцы лекарства покупали меня это очень поразило здесь она на вид на жительство имела в минске дел сюда перевести но она тут немножко и пожилая был случай три раза день приезжала к ней скоро есть и бесплатная палаты кардиологическом отделении в частности и бесплатное лечение то есть даже имея вид на жительство тут вполне себе бесплатно скоро приезжала кто я имею вид на жительство живу сына все не вопрос касательно что у меня было порез был как-то левой ноги нерва голеностопного вот поликлинику мы проехали я сюда зашел обследовали меня и дали направление на лечение стационарное лечение в одной из больниц в центре города вполне себе значит электрофорез обертывание грязи меня вылечили этот порез все остановилось как надо дальше то же самое лет в начале века проводная язва желудка схватила меня я первую скорую отправил говорю может пройдет не знал что это за беда такая они мне в калорий укол через два часа снова приступы острые боли у меня проводная забрали тут же на рентген просветили парень у тебя все очень на операцию короче сразу раз анестезиологи пришли бригада все быстренько утром просыпаюсь весь в трубках журов александр хирург дай бог ему здоровья золотые руки до сих пор помню это было в девятом году все через неделю я выписываюсь вполне себе здоровый и тьфу тьфу вот уже 16 лет где-то 15 лет я нормально себя никаких не более ничего нет и двадцатом году значит варикоз на правой ноге варикоз единственное за что я заплатил мы с женой пошли сделали себе обследование вен нижних конечностей по-моему что-то долларов 15 пересчете на доллары оплатили ну и она себе делал я себе мне тут же врач выпив выписку сделала снимки все направление на операцию удаление вен я подумал думали почитали думали лазером удалять поехал я на прием это было как раз вот начало ковида двадцатом году на прием к ночи заводеление хирургии этой он говорит лазер не дает того результата если варикоз там удалять лазером который дает хирургия то есть вену достают которая выпячивается и кровь находит новое там места движения все лег бесплатно мне это сделали имела конечно нога я не чувствовал ее пока она отошла все пошел как новый сейчас ни следа ничего ну шрамы заросли все нормально то есть что пенсионерам что к работающим отношения тут медицина абсолютно бесплатно почитала и по отзывам ребята кто-то из испании приехали ой у нас там вообще русские жили там бизнес был знакомых на знакомое приехали вас скоро приезжает бесплатно приезжает у вас на тут рай это мы вот не ценим этого почитать что какие деньги платится от 250 до 500 страховка медицинская в штатах в месяц там вдруг приехал андрей из штатов сюда на печальное событие я говорю андрей как там штатах у вас там якобы благополучной стране он сказал игорь это жопа лучше не болеть все на этом на этом можно поставить точку и во всех странах все без страховки ты никуда ничего нигде никак и как поэтому насчет социальных каких-то насчет социума социально-бытовые проблемы решаются очень хорошо уборка мусора уборка улиц озеленения городов строительство ремонт дорог вот реальные примеры я ник не за что ни к устройства на работу приходишь если ты подходишь все проверили у тебя документы пожалуйста дают направление на медкомиссию проходишь бесплатно медкомиссию анализы все бесплатно если какая-то терапия тоже бесплатно всяческие кабинеты диагностики зрение внутриглазное давление все это не вопрос медкомиссия бесплатно анализы кровь бесплатно не знаю да конечно хочешь сделать зубы лучше пожалуйста иди в платное платных тут полно цены не кусаются чтобы сказать что это стоит бешеных денег так сказать нельзя здоровье по-любому дороже особенно зубы там хочешь бесплатно удалить есть бесплатное удаление зубов есть и платное сразу 4 дернул за 150 рублей и доволен как и поставил за неделю все то есть действительно люди пишут хочу жить маргарите привет тут можно жить тут нужно жить работа есть люди нормальные цены нормальные мирно спокойная страна что тут не жить никаких напрягов никаких отрицательных эмоций вот район консульсина место работы торговый центр охрана охрана позвонил друг говорит давай поохраняй за день оформился все нормально нормально вот и улица казимировская украинская и что на